Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш онлайн курс, где мы с вами знакомимся с проведением пульсовой диагностики на аппаратно-программном комплексе VedaPulse. И сегодня у нас с вами четвертое занятие, четвертая встреча. И вот мы с вами поняли уже, что VedaPulse позволяет нам получить огромный массив информации о физическом, психическом, духовном. Здоровье человека. И вот этот массив информации мы с вами условно в образовательных целях разделили на две категории, на две группы. На прошлом третьем нашем занятии мы с вами рассматривали показатели функционального состояния здоровья в терминологии современной доказательной медицины. А сегодня на нашей четвертой встрече мы с вами будем говорить о показателях здоровья в терминологии традиционной медицины. Пожалуйста. Окей. So, as we could understand before, VedaPulse allows us to obtain a huge volume of information with regards to patient health, both physical, mental, and various aspects of it. So, for our discussion, we divide all these volumes of information into two categories. Previously, we discussed the functional state of health from the perspective of modern evidence-based medicine. And today, we're going to discuss the indicators and parameters that characterize the functional state of health from the perspective of traditional medicine. То есть, мы его понимаем как привычная нам медицина. Нет. В филологическом смысле этого слова, то есть, традиционной считается медицина, за которой огромная многовековая традиция. То есть, обычно мы относим к ним аюрведу, китайскую, тибетскую традиционную медицину и другие. So, I would like to remind you that we want to avoid confusion here. When we talk about traditional medicine, some people think that we talk about medicine that we are used to, that is, traditionally used when we say the word medicine. But that's the difference between traditional and conventional medicine. So, traditional medicine is the one that has a centuries-old tradition of practitioners. It is usually applied to such medicine systems as аюрведic medicine, traditional Chinese medicine, traditional Tibetan medicine and other systems like this. Для чего нужна нам интерпретация результатов обследования? Я считаю, что она нужна для двух задач. Первая, нам нужно самим понять, осознать состояние здоровья нашего пациента, человека обследуемого, для того, чтобы мы ему назначили грамотную программу оздоровления. Это первый аспект. А второй аспект, мы должны суметь объяснить человеку его состояние. То есть мы должны это сделать доходчиво, простым языком, понятным языком, чтобы он относился к нашим рекомендациям осознанно. So, let's now turn to the interpretation of the results. Why do we need that? So, let's start with the goals of the interpretation. The first goal of the interpretation of the results is to understand the state of health of a patient for ourselves, so that we can give the patient recommendations and design a proper wellness program or health management program. Another thing is that we should explain it to them, communicate it to our patients in simple terms, so that they could understand it and follow it with trust. И мы с вами говорили о том, что структурно программная часть диагностики, она представляет собой набор программных модулей. И вы можете в зависимости от ваших интересов, от вашей специализации, эти модули набирать. И я сегодня планирую поговорить с вами о следующих модулях. То есть, это прежде всего, ну, во-первых, это вкладка результаты обследований, программный модуль Конституция, где мы рассмотрим две вкладки Баланс Доша и Гуны. Это программный модуль Недана, где мы с вами рассмотрим три вкладки. Суб Доша, Тхату, Панчамаха Бхуд. Это программный модуль Биоэнергетика, где мы рассмотрим две вкладки Чакры, энергетическое поле. И программный модуль Пульс Органов, где мы с вами рассмотрим вкладку Китайская схема. То есть, чтобы мы рассмотрим в том, что мы будем поговорить сегодня. То есть, как вы знаете, Ветерпольс, диагностический унинт в Ветерпольс, состоит из двух модуляторов модуляторов, которые можно покупать в одном из двух модуляторов. И сегодня мы будем поговорить с тем, что мы рассмотрим в том, что мы рассмотрим в результате, рассмотрим в результате, и рассмотрим в результате. perspectives so uh we will discuss uh such tabs as constitution uh software modules as constitution nidana bioenergy and organ pulses and uh the respective tabs that are included in the software modules so for example for constitution we will discuss dosha balance and gunas for nidana module we will discuss sabdasha tab thatu tab and pancha mahaputa tab and for bioenergy module we will discuss chakras and bioenergy field and for uh organ pulses module we will discuss the traditional chinese medicine scheme and so we all understand and have certain medical knowledge that our body is a material material, that is a total of cell cells, cells, organs, and physical systems but foreign medicine confirms that our body is a more complex structure То есть оно простирается за структуру нашу материальную и обладает некой энергетической структурой. Вот если вы посмотрите на эту картинку, вы видите, что здесь изображена так называемая аура. И мы вот сейчас, проведя диагностику, будем учиться интерпретировать вот эти показатели состояния нашего тонкого тела. Many of you have background in conventional medicine, so you can understand that our body consists of some kind of structural framework, of some kind of structural components like organs, tissues, cells, etc. Traditional medicine systems look at the human body in a more complex way. So, aside from the material part, aside from the physical body, they also analyze the so-called subtle body, subtle structures. For example, here we can see the illustration depicting a so-called aura, the bioenergy field of a human being. And today we are going to discuss both our physical body and our subtle body and the view of those from the point of view of traditional medicine systems. Итак, открываем мы с вами раздел «Результаты обследования» вкладку, вкладка «Конституция», «Баланс Аюрведа», «Баланс Доша». И здесь мы видим вот такой вот график. Это очень глубокое представление о человеке. Это очень глубокий диагноз. Здесь в программе он назван «Физиологические тенденции в регуляции функций организма». Итак, первое, мы видим, что «Результаты обследования», «Баланс Аюрведа», «Баланс Аюрведа», «Баланс Аюрведа». Итак, здесь мы видим, что есть граф, что вообще образуется отдельно. Вот эти три столбика – это три интегральные системы регуляции, которые управляют абсолютно всеми процессами, происходящими в моем теле. Они управляют моей психикой, моей физиологией, они определяют мою внешность, они определяют мою индивидуальность, то есть какие-то особенности внешности, особенности физиологического строения, какие-то стереотипы ума, особенности эмоциональной реакции. То есть все, что со мной происходит, все управляется вот этими тремя системами регуляции. И вот их взаимное расположение определяет мою индивидуальность. То есть мы с вами никогда не виноваты. Во всем виноваты вот эти доши, так называемые на санскрите. So, these three columns that we can see in the graph, they basically characterize the integral regulatory systems of the body. That basically describe all the characteristics, all the parameters of a human being. That includes physical and mental conditions, some physical and mental traits, some character traits, appearance, personality. So, everything, all the processes that occur within the body, everything is basically described by this characteristic, these integral regulatory systems. So, we can always say that all that we can do and all that happens to us is all determined to a significant extent by these so-called doshas, these regulatory systems. Итак, три доши. То есть на санскрите вот эти системы регуляции называются доши-доша. То есть желтый столбик – это так называемая вата-доша, красный столбик – это так называемая пи-та-доша, и синий столбик – это так называемая капха-доша. Пожалуйста. И давайте сейчас более подробно поговорим о философском и физиологическом смысле вот этих систем регуляции. Вот это оригинальное соотношение этих систем регуляции, этих дош, называется на санскрите викрити. Дословно переводится как вторичная природа. То есть это природа, которая определяет все мои действия, то есть все мои мысли, все мои поступки, всю мою физиологию, всю мою внешность. Весь мир состоит из первой доши. Вата-доша – это эфир, воздух, огонь, вода и земля. И вот каждая из трех дош, она образована сочетанием двух первоэлементов. То есть каждая из дош свидетельствует о том, что именно эти первоэлементы так или иначе представлены в теле этого человека. Давайте посмотрим, то есть вата-доша или в тибетской традиции она называется ветер. Она представлена сочетанием первоэлементов воздух и эфир. И причем здесь главный первый элемент – это воздух. Можно сказать, это активный первый элемент. То есть это можно сказать, что это ветер, воздух, движущийся в пространстве эфира. Пожалуйста. Окей, so the world around us consists of five primary elements. They are air, ether, fire, water and earth. So each of those actually represents a combination of two of these primary elements. Например, если мы начнем с вата-доша, мы можем сказать, что это комбинация с воздухом и атером. В воздухе здесь есть доминированный элемент, который активен. Это вата-доша, или в тибетском медицине это называется «вынь». Пита-доша, так она называется в аюрведе, а в тибетской традиционной медицине она называется «желч». Она говорит о том, что преобладают первоэлементы огонь и вода. Главный активный первоэлемент пита-доши – это огонь. То есть можно сказать, что это огонь, контролируемый ограниченной водой. И капха-доша в аюрведе. А в тибетской медицине ее принято называть слизь. Она представлена двумя первоэлементами – это вода и земля. Активный главный первоэлемент – это вода, которая ограничена землей. И в таком абстрактном философском смысле вата-доша – это информация. Пита-доша – это энергия. А капха-доша – это материя. Опять же, в таком абстрактном философском понимании вата-доша, она управляет, контролирует все процессы движения. В этом мире и в этом теле. Потому что постоянно происходит движение. Там двигаются нервные импульсы, перемещаются какие-то жидкие среды в организме. И дыхательные движения совершаются, мышечные движения совершаются. Таким образом, мы можем сказать, что вата-доша выполняет все процессы в теле. И есть множество этих процессов. В каждом моменте мы можем сказать, что есть нервные полосы, какие-то движения ликвидной медиа, какие-то другие реакции и процессы. Таким образом, человеческий тело в постоянном движении. И пита-доша – она управляет, она регулирует все процессы трансформации. То есть, в нашем теле происходят сотни процессов. То есть, это метаболизм, обмен веществ, вот эти все биохимические цепочки, превращение там одних субстанций в другую. Все это находится под контролем пита-доши. Then, пита-доша regulates all the transformation processes in the body. So, everything that has to do with metabolism, with some biochemical reactions. We can say that all these processes are controlled by пита-доша. И капха-доша, она обеспечивает структуру нашего тела. То есть, вот эту взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем, вот этот материалистический аспект нашего организма. So, and finally, капха-доша is responsible for structure and relationship between all the fragments, all the parts of the body at various levels. So, at the level of cells, at the level of tissues and organs. At all this level, all the structural aspects are controlled by капха-доша. И доши обладают определенными свойствами, гунами так называемыми. Вот эти свойства, они определяются первоэлементами, составляющими эту дошу. Вата-доша, мы сказали, состоит из воздуха и эфира. Соответственно, она будет обладать следующими свойствами. Она сухая, она холодная, она легкая. Главное свойство, которое ее отличает от других дош, это сухость. So, all the doshas are characterized by a set of qualities, or these qualities are called gunas in Ayurveda. So, these qualities are determined by, they depend on the primary elements which form the dosha. So, for vata-dosha, we have air and ether as primary elements. And the qualities of vata-dosha will be dry, cold and light. So, and the dominating quality of them all will be dry. So, these will be qualities or gunas of vata-dosha. Pita-dosha, она, как мы сказали, состоит из первоэлементов огонь и вода. Поэтому они будут передавать ей свои свойства. Pita-dosha будет горячая, маслянистая и легкая. И главное ее свойство, это горячая. Это то свойство, которое ее отличает от двух других dosh. Then, if we look at the qualities or gunas of pita-dosha, then we will say that they depend on the, again, on the primary elements which form the pita-dosha, namely fire and water. So, fire and water give pita-dosha the qualities of being hot, oily or anxious, as always mentioned, and light. The dominating quality is hot, which makes it different from others. Ну и капха-доша, как мы уже знаем, состоит из двух первоэлементов вода и земля. И, соответственно, они будут ее наделять тремя главными свойствами. Это тяжесть, это маслянистость, это холод. И главное здесь свойство, отличающее капху от других dosh, это тяжесть. And finally, капха-доша is formed by water and earth primary elements. And thanks to these primary elements, it is characterized by three qualities, namely heaviness, oiliness and coldness. The dominating quality, it's being heavy. Может быть, все это звучит очень абстрактно, поэтому давайте немножко приближаемся к современному пониманию, к современной терминологии. So, all these fragments could sound kind of too abstract, so maybe we will now discuss it in more relevant terms from the point of view of medicine. Вата-доша будет управлять всеми процессами катаболизма. Что такое катаболизм? Это расщепление сложных молекул с высвобождением энергии. So, from this perspective, from this more modern perspective, Avata-доша is responsible for all the catabolism processes, which means decomposition of complex molecules with energy release. And on the other side, kappa-dosha maintains all the processes having to do with synthesis or combination of complex molecules and energy storage. And finally, pitta-dosha will maintain metabolism, which means the coordinated action, coordinated operation of catabolism and anabolism. Well, and so very rational. When I come to the hospital, when I come to the hospital, people with высшим медицинским образованием, I explain them the dose as follows. Vata-dosha – это нервная регуляция всех процессов в нашем организме. Pitta-dosha – это эндокринная регуляция, причем центральная эндокринная регуляция всех процессов в моем организме. И капха-доша – это иммунная защита и местная тканевая эндокринная регуляция всех процессов в моем организме. And then finally, if we want to explain the effect and the concept of doshas to, for example, a medical professional, And then we can say that Vata-dosha is responsible for nervous regulation of all processes. Pitta-dosha is responsible for central endocrine regulation of all processes. And finally, Kappa-dosha is responsible for immune protection and local endocrine regulation at tissue level. Ну и давайте теперь более подробно рассмотрим функции dosh, функции систем регуляции. And we are now, let's now discuss the functions, specific functions of these regulatory systems of these doshas. Итак, Vata-dosha. На физическом, материальном уровне, если она в балансе, то она регулирует практически все процессы движения в теле. То есть это дыхание, это кровообращение, это передача нервных импульсов, это все процессы выделения, это перистатика, то есть это речь. Ну все-все, что движется в моем теле, если Vata в балансе, она эти вещи обеспечивает. Если же Vata выходит, нарушается ее баланс, то в дисбалансе она будет вызывать определенные заболевания. Ну, во-первых, она провоцирует дисбаланс всех других dosh. Затем она создает проблемы с нервной системой, начиная там от банальной бессонницы, там неврозов, стрессов. Это проблемы и заболевания опорно-двигательного аппарата, там артриты, артрозы какие-то. Это заболевания мочевыделительной системы, там циститы, пиеломефриты. То есть это вообще, в принципе, спазмы какие-то, дискинезия, то есть нарушение движения в организме. Так что основная функция вата-досе есть регуляция для всех процессов бессобанных процессов звездных процессов, и в пищевых процессах, пасачки и деклинир. Так что вен néн Rule is a balanced state. Вата-досе Luke controls respiration, лод-cirкулятор, нерв-выб button-печатающий процесс, and other movement processes like peristalsis, speech, etc. But when we have an imbalanced state of vata dosha, we may have some kind of a disorder. And it's basically a disorder directly or indirectly connected to movement. So, first of all, imbalance of vata dosha promotes imbalance in other doshas. It can cause disorders along the line of nervous system like insomnia, stress, psychosis. And then there could be disorders in musculoskeletal system, in urinary system, various kinds of spasms, dyskinesia, and various kinds of disorders associated with movement. And here on the level of thin body, what is thin body? It's our psyche, our emotions, stereotypes of behavior, stereotypes of habits of behavior. То есть, vata dosha в балансе, она будет обеспечивать чувствительность, восприятие внешних каких-то изменений. Она будет наделять человека активностью, инициативностью. То есть, она будет наделять человека творческими способностями, то есть, способностью к генерации идей. А вот если нарушается баланс vata dosha, то на тонком уровне она будет вызывать беспокойство, тревогу, страхи. То есть, неспособность расслабиться или, наоборот, сконцентрировать внимание. Она будет вызывать непостоянство, такую турбулентность, низкую выносливость. Будут какие-то сомнения, там, сложности с принятием решений каких-то. То есть, если мы смотрим вата dosha на subtle body level, или на уровне our mental condition, на уровне our психи, emotions, thinking patterns, behavior, то мы можем сказать, что в балансе, вата досха ensures sensitivity и perception of various changes, activity и initiative. Это также зависит от кратичности и генерации. On the other hand, in its imbalanced state, вата dosha causes various conditions, such as restlessness and anxiety, inability to relax or focus, instability, fatigue, various doubts and indecisiveness are also related to imbalances of vata dosha. Ну и поговорим о пита-доши, да. То есть, на уровне физического тела в балансе пита-доши будет обеспечивать все процессы трансформации. А именно, она регулирует пищеварение, то есть, обеспечивает усвоение пищи. Она отвечает за поддержание температуры тела. Она отвечает за восприятие информации, то есть, вот, за интеллектуальную обработку этой информации. За зрение, она отвечает. Если же баланс питы нарушается, то она будет вызывать определенные заболевания. В первую очередь, это заболевания пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта. Это заболевания печени, заболевания желчного пузыря, заболевания крови и кожи, сердечно-сосудистые проблемы. Вот основные проблемы, которые вызывает дисбаланс пита-доши. Итак, теперь мы можем, в соответствии с помощью пита-доши. С основной функцией является регулирование о всех трансформационных процессах в теле. В целом, в балансе, пита-доши является responsible for digestion, absorption of nutrients, maintaining body температура, perception of information, or so-called intellectual digestion. It's responsible for vision and other transformation processes. When it comes to imbalanced state of pita-dose, it can cause various kinds of disorders. First of all, the ones associated with digestive systems and gastrointestinal tract, then the ones associated with liver and gallbladder, with blood and skin, and with cardiovascular systems. На уровне тонкого тела пита-доши, если она в балансе, она будет обеспечивать, она будет регулировать следующие моменты. То есть она будет наделять человека организованностью, ответственностью. Она будет обеспечивать мощный интеллект, когнитивные способности. Она будет наделять человека такими качествами, как мужество, смелость, решительность, проницательность. Рациональность. А вот если баланс пита-доши нарушается, то она будет, к сожалению, вызывать такие негативные черты, как перфекционизм, то есть завышенные требования к себе, к окружающему миру. То есть стремление к внутреннему и внешнему контролю. То есть нетерпение, раздражительность, гнев, какую-то ярость, какую-то. Да. Okay. And when we look at пита-доши at a subtle body level, at the level of psyche, then we can say that in a balanced state, пита-доши ensures good qualities like discipline and responsibility, strong intelligence and cognitive abilities, courage, bravery, indecisiveness and rationality. On the other hand, in its imbalanced state, пита-доши causes various conditions such as perfectionism, obsession with self-control and external control, impatience, irritability and anger. Well, and поговорим о функциях капха-доши. На уровне физического тела, на материальном уровне, если капха-доша в балансе, то она будет регулировать все процессы поддержания структуры. То есть она будет отвечать за построение и взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем. То есть она будет обеспечивать баланс биологических жидкостей в организме. Она отвечает за смазку органов движущихся. Она будет обеспечивать защиту наших органов. А вот если баланс капха-доши нарушается, то она будет вызывать определенные заболевания у этого человека. Прежде всего это заболевания связанные с накоплением слизи. То есть это воспаление пазух, насморк, бронхолегочные заболевания. А также заболевания связанные с нарушением обмена вещества. То есть это отеки, интоксикация, избыточный вес. Ну и к сожалению новообразование. Не обязательно злокачественные, но и доброкачественные тоже. И finally, we can discuss капха-доши and its functions. Basically, капха-доши regulates all processes maintaining structural integrity in the body. And in its balanced state, it is responsible for development of cells, tissues, organs, and systems, and establishing relationships between them. It is also responsible for balance of biological fluids in an organism, lubrication and protection of moving parts, In its imbalanced state, капха-dosha causes various kinds of disorders primarily associated with accumulation of phlegm. So this could be inflamed sinuses, runny nose, bronchial and lung diseases. It can also cause disorders associated with metabolism. So those could be ademas, intoxication, overweight. It is also responsible or associated with neoplastic processes both benign and malignant. And at the level of body, if the kapha-dosha is in balance, it will serve people such qualities as peace, stability, uniform, stability, stability, постоянness, love, suffering, all 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 Это чрезмерная привязчивость. Это может проявляться как жадность определенная. And in terms of subtle body level, at the level of psyche, the balanced state of kapha-dosha ensures such good qualities as calmness, stability, tranquility, poise, love, compassion, forgiveness, gentleness. Someone could call those feminine qualities. In its imbalanced state, kapha-dosha causes various conditions, for example, lethargy, dullness, drowsiness, mental rigidity, resentment of changes. Sometimes it could manifest itself in excessive attraction or greed. Ну и вот посмотрим на этот слайд. Здесь мы видим реальное соотношение ДОЖ одного из моих пациентов. И вот я хочу сказать следующее. То есть вот если эти системы регуляции находятся в равновесии, то есть вот они в районе троечки вот этой, то есть они одинаковые, то есть разница между ними, если небольшие, вот это есть некий идеальный баланс. Вот этот человек, он будет здоров физически, психически, духовно. То есть он будет удачливым. Но я, честно говоря, вот за 13 лет своей практики, я, в общем-то, ну, наверное, десятка таких людей не встречал. То есть это довольно редко. То есть вот это состояние три ДОЖ, такая некая гармония, некий такой идеальный человек, которому все дается. Этот мир просто ему открывается полностью. Так, это очень хорошо. So, в этом вот вот This slide, you can see the actual data, the actual graph for one of my patients. So, here you can see that there is a difference between the levels of doshas. We can imagine, we can picture some kind of a perfect ideal person. They would have all their doshas at roughly the same level, at about three. So in this perfect human being, everything would be healthy. They would have both physical health, mental health, spiritual health. They would be very successful in all their endeavors. So that would be a perfect human being. But we usually don't have those. Throughout my whole career, I would say that I barely had about 10 people that could have such values. In most cases, we can see something like this, the imbalanced state. And again, look at this slide. So we can now discuss the way we can interpret these graphs. So, for example, here we can see a green stripe, which is roughly from two to four. And we can call that normal values, normal levels. And this is the goal that we try to achieve when we suggest some wellness programs and provide some recommendations. So in this picture, we can see that the patient here has an imbalance in terms of two doshas. And we can say that it's water coupling balance. And we can see that the patient here has an imbalance in terms of two doshas. Причем, что интересно, что если движение идет от широкого коридора нормы, то есть вниз, это не порождает болезнь. Да, это порождает некие симптомы неприятные, но не саму болезнь. А вот если наши столбики двигаются вверх от коридора нормы, вот это уже дисбаланс, который порождает какое-то психическое отклонение, какую-то физическую болезнь, какую-то духовную проблему человека. Хорошо. Хорошо. So, looking at graphs like this, we can see the value ranges, and based on these value ranges, we can determine the degree of imbalance. So, basically, we can say that when the specific value for a patient goes down below the normal range, it does not exactly mean the presence of some disease or symptoms. The problems or symptoms of diseases occur when we go up, when we go above the normal range. Then we can see various kinds of symptoms and deviations in mental state, physical state and otherwise. То есть в современном таком понимании, ну то есть вот аюрведические специалисты, если меня сейчас смотрят, коллеги мои, да, они все это прекрасно понимают. Это так называемая теория шести стадий развития болезни. Но если говорить об этом рациональным современным языком, то это выглядит следующим образом. Хорошо. Хорошо. So, if we have some ayurvedic specialists in the audience, they can probably see here the familiar presentation of six stages of pathological process. They probably know that. So, we can discuss it for non-specialists in ayurveda. Если какая-либо из трех дош пробивает вот этот коридор широкой нормы и ее величина становится от четырех до пяти, то это так называемые психосоматические нарушения. То есть те нарушения, которые зависят, ну и легко устраняются, ну они зависят от моего состояния психики. Okay, so, if we go up above the wide normal range and we achieve the levels of four to five, then we can say that this condition is associated with some kind of psychosomatic disorder. Which means it has to do with human psyche. And it can be treated through human psyche. В ayurveda это нарушение, оно называется накопление и возбуждение дождь, то есть санчая и прокопа. Если же дисбаланс усиливается, то есть и какая-либо из одна или две из трех дош выходит выше пяти, но до семи, это так называемые функциональные нарушения. То, что в ayurveda соответствует этапу излияния и перемещения дождь, то есть просара истхана самсрая. То есть, опять же, функциональное нарушение, это говорит о том, что еще органика не нарушена, там клетки, ткани, органы целые, просто идет сбой программного управления данным органом, данной системой. То есть, если мы идем даже выше, то есть в 5-7. То есть, в том числе, в Айурведе, мы поговорим о сампромтистах, прасара и стхана самсрая. That are associated with the spread of the disease and localization of the dosage in different regions. И, к сожалению, наконец, если одна или две души пробивают коридор в 7 условных единиц выходят в этот диапазон красный от 7 до 10, это свидетельствует о том, что у данного пациента есть уже органические нарушения. То есть уже нарушена структура клетки, ткани, органа. Что в аюрведе соответствует стадиям проявления и дифференциации. То есть это в ягде и в хеде. Ред value range. Then we can say that this condition matches the ayurvedic terms of yakti и педа, which means manifestation and differentiation of doshas. These are, in fact, organ disorders or structural changes at the level of cells, at the level of tissues and organs. And this is the most serious condition listed here. Ну и три души, они как сообщающие сосуды. Если что-то идет вверх, значит, что-то будет идти вниз. То есть и одна или там две души, они могут двигаться вот ниже широкого коридора нормы, то есть достигать значений там от нуля до двух, вот в этом диапазоне находиться. Но, как я уже сказал ранее, это не порождает вот саму болезнь. Это вызывает, да, негативные какие-то проявления, то есть какие-то симптомы, но не саму болезнь. То есть боремся мы всегда с возбужденными doshami, с возбужденными системами регуляции. So, finally, we can say that all three doshas are interconnected between each other. So, if some of them go down, some other ones may go up. For example, if we have one or two of doshas going down to the value range of, for example, one to two, we can see some negative phenomena, of course, but it's not the phenomena that we are going to treat. What we are going to treat are the events associated with doshas going up, having high values. Вернусь к предыдущему слайду. То есть, вот этот график, это очень важный график. То есть, это очень глубокий диагноз состояния человека. Причем его психического, физиологического, духовного состояния. То есть, он задает нам стратегию оздоровления. То есть, мы понимаем, что те dosh, которые вышли вверх из равновесия, то есть, вот с ними мы и должны работать. Тем самым мы устраняем причину заболевания. То есть, не симптомы, не верхушку айсберга, а мы убираем саму причину той или иной психической, физиологической проблемы. Хорошо. 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 Так, so let's get back to the previous slide with the graph. Here we can see that, again, the graph that we can see here provides a lot of diagnostic material. So, we can find out a lot about a patient's physical condition, mental condition, and so on. То есть, просто для примера, вот у данного конкретного пациента дуальный дисбаланс вата-капха-дош. Соответственно, у него будут проблемы с нервной регуляцией, у него будут проблемы с иммунитетом и с обменом веществ. То есть, соответственно, наша задача, чтобы устранить вот эти проблемы, мы должны успокоить, снизить вот эту вата-дошу и снизить вот эту капха-дошу. А они, как сообщающие сосуды, то есть, понижая их, будет прирастать наша пита-доша. Они будут выравниваться, дельта будет уменьшаться, человек становится здоровым и счастливым. So, if we look at this particular graph for a specific patient, then we can say once again that they have dual вата-капха imbalance. So, in terms of manifestations, these patients would have problems with nervous regulation, with immunity, with metabolism. And to treat those conditions and to prevent more serious ones, we need to decrease вата-доша и капха-доша. То есть, это стратегия нашего оздоровления, то есть, как мы будем подходить стратегически. Но, помимо того, что мы оценили вот эти системы регуляции и их взаимоотношения, то есть, мы их оценили как бы количественно, но мы можем их оценить еще и качественно. Давайте я сейчас переключу слайд, но можно переводить. Качественную структуру ДОЖ мы можем посмотреть на вклад. Результаты обследования, НИДАНА, СУБДОШИ. So, to understand the qualitative structure behind some specific доша relationship, we can go to the tab Results, then НИДАНА, and then СУБДОШИ, and then we can understand it better. И здесь мы видим, что каждая из трех ДОЖ, в свою очередь, состоит из подсистем регуляции, из пяти подсистем, то есть, пять подсистем регуляции у ВАТЫ, пять подсистем регуляции у ПИТЫ, и пять подсистем регуляции у КАПХИ. Называются они СУБДОШИ, то есть, это структура ДОЖ. So, we can see from this graph that each of the DOSHs can be represented as five components. So, DOSHs as regulatory systems are structurally composed of regulation subsystems, or sub-DOSHs. And here we can see the structure. И на этой диаграмме мы также видим, то есть, коридор нормы, вот этот салатный диапазон, и коридор отклонения от нормы, желтый и розовый. So, in this graph, we again can see the normal range, shown in green, and we can see the deviation range, shown in pink. То есть, вот я здесь представил на этом слайде, вы видите, то есть, нормальное состояние СУБДОШИ, это салатный вот этот коридор, желтый диапазон, это так называемая гипофункция или истощение. В современном понимании это хроническое, длительное, такое дегенеративное нарушение. И розовый коридор, то есть, это гиперфункция, то есть, это возбуждение СУБДОШИ, или острое, кратковременное нарушение СУБДОШИ. Okay, so if we look more closely at the fragment of this graph, we can see that we have a normal value range, shown in light green, then we have a yellow value range, which is low values, associated with hyperfunction or depletion of СУБДОШИ. It usually has to do with some chronic conditions, some long-term degenerative changes or processes. And finally, we can have a pink value range at the top, that is associated with hyperfunction or so-called visciation of СУБДОШИ. It usually has to do with some acute short-term disorders. И давайте познакомимся более подробно с СУБДОШИ. Вообще надо сказать, что в программе есть их описание. Если вы кликните на СУБДОШИ курсором вашей мышки, то в правой части программы будет очень подробное описание данной СУБДОШИ. Но я сейчас хочу вам привести такие короткие значения, просто чтобы таким вот простым языком, чтобы вы могли это объяснить и самому себе, и своему пациенту. So, we can mention once again that the software has contextual hints. And if you move your mouse cursor to the one or another СУБДОШИ, it will show you a detailed description of it. And it's what it is associated with, what it controls, what does it do. So, we are going to give some brief descriptions so that you could have a basic understanding of СУБДОШИ. Итак, ВАТА ДОШИ структурно состоит из пяти подсистем регуляции, из пяти СУБДОШИ. А именно, это ПРАНА ВАТА. То есть на санскрите ПРАНА ВАТА означает то, что оживляет. Или это наша жизненная сила. Она концентрируется у нас в мозге. Она управляет большинством наших бессознательных внутренних висцеральных функций. То есть там дыхание, кровообращение, сердцебиение. То есть там моторика желудочно-кишечного тракта. Она осуществляет нервную регуляцию дыхания. То есть она извлекает ПРАНА, жизненную силу. То есть из воздуха. Она обеспечивает функции сознания. Она обеспечивает работу наших чувств, нашей психики. ПРАНА ВАТА отражает состояние нашей энергетики, нашего биополя, нашего сознания, нашей родовой кармы, нашей дхармы. Она может при нарушениях, она может означать, что у нас произошло разобщение эфирного и физического тела. So we can start with Vata Dosha and its components, its sub-дoshas. The first one is Pratha Vata. You can roughly translate it as the one that vitalizes. Or you can say that Prana Vata is our life force. It is concentrated in the brain and governs various unconscious internal visceral functions like respiration, blood circulation, gastrointestinal motility, then also nervous regulation of respiration or extraction of prana from the environment, consciousness, and senses. It also reflects the state of bioenergy, bioenergy field, our consciousness, our ancestral karma and dharma. And we can say that its imbalance can be associated with separation between ethereal and physical body. That's some dissociation there. Следующая Udana Vata. На санскрите означает то, что двигается вверх. Она располагается в груди, концентрируется в нашем горле. Но физический эквивалент, это вот с точки зрения современного понимания, это вся нейросенсорная информация, которая от наших органов поступает в головной мозг. И Udana Vata, она контролирует нашу речь, выражение чувств, самовыражение. Она отвечает за нашу память, за нашу волю. Then there is Udana Vata, or you can roughly translate that as the one that moves upward. It is located in chest and concentrated in throat. Physiologically, you can say that it is equivalent to all the neurosensory information regarding the state of internal organs transmitted into the brain. It controls speech, expression of feelings, self-expression, memory, and willpower. Vyana Vata, на санскрите означает пронизывающий или рассеивающий воздух. То есть это движение биологических жидкостей по нашему телу. То есть циркуляция лимфы, циркуляция крови, там интерстиции, межклеточная жидкость циркулирует у нас. Она концентрируется в сердце и она распространяется по телу через кровеносную систему, то есть по всему организму, через лимфатическую систему. И, соответственно, она контролирует все кровообращение, тонус мышц, она перемещение и скорость нервных импульсов, характер внутренней секреции. Then there is Vyana Vata, or air that penetrates or spreads things. It is responsible for motion of biological fluids, like circulation of lymph and blood, etc. Interstitial fluid, for example. It is concentrated in the heart, and it is distributed via vascular system across the whole organism, so you can say that it is present throughout the whole body. It controls blood circulation system, muscle tone, nerve impulse speed, and secretion. And Samana Vata, on Sanskrit, означает воздух, находящийся посредине. Она концентрируется в тонком кишечнике. И, как сказал бы современный доктор, это нервная регуляция процессом пищеварения. То есть она контролирует извлечение праны из продукта питания. Она осуществляет нервную регуляцию работы всего нашего пищеварения. То есть там желудка, тонкого кишечника, поджелудочной железы, там желчного пузыря. Then there is Samana Vata, or air located in the middle. It is concentrated in small intestine, and you can say that it is responsible for nervous regulation of the digestive system. It also controls extraction of prana from food, and also it is responsible for nervous regulation of stomach, small intestine, pancreas, and gallbladder. And Apana Vata, on Sanskrit, воздух, движущийся вниз. Или то, что способствует жизни, выводя продукты из жизнедеятельности. Apana Vata концентрируется в толстой кишке. И она управляет всеми нервными импульсами, которые направлены вниз. Соответственно, она обеспечивает все процессы выведения, там, семени, менструальной жидкости, фекалии, мочи. Она выталкивает плод в природах. Это нервная регуляция толстого кишечника. Это нервная регуляция мочевыделительной и репродуктивной системы. And finally, we have Apana Vata, or the air that moves downward, or more specifically, the one that supports life by discharging waste. It is concentrated on large intestine, and it controls all nerve impulses directed downward. So, basically, it maintains all discharge processes. Discharge of semen, menstrual fluid, feces, urine, and also bringing forth a child at birth. You can say that it's associated with nervous regulation of large intestine, excretory system, and reproductive system. Казалось бы, много информации, и ее трудно систематизировать и как-то уложить у себя в голове. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Сейчас я предложу вам простую схему понимания sub-dosh Vata. So, at first, you can think that there is too much information, and it's difficult to memorize all that. But I can show you a simple scheme, a simple method that you can use. Как мы уже с вами знаем, Vata – это процессы движения. Соответственно, составляющая ее sub-doshi – это разные направления движения. Prana – движение сверху вниз. Я вдохнул, и в меня вошла жизненная сила. Вот она вошла в меня примерно до уровня пупка. Пожалуйста. Бравый. Увы съемок. В котором размышляют в ходу-м Очерезный, то есть как-то��� -черезный. And we can associate sub-doshas of vata with different directions. So, first of all, let's start with pranavata. You can associate it with breathing. Like, you inhale, and the air moves from up to... It moves down through your body to the level of... to the navel line. The next one is vyanavata. And we can say that it's a direction from the center to the periphery. Because it's associated with blood and lymph circulation, which nourish all the cells in the body. So, vyanavata is the direction from the center to the periphery. But, besides that, I still have to take energy from the food. So, samana is the air that is in the middle. Vyanavata is, in essence, the movement around the throat by the clock. That is, it's an extraction of energy from the food. Or, as the doctor would say, it's a nervous regulation of the food process. Then, samanavata, you can say that it's a moving around the navel clockwise, because we need to extract energy from food. And so, this circular movement at the center, you can associate with samanavata. And then, I got energy from the cosmos. I got energy from the food. I got energy from the food. I got energy from the coconut. But, now I have to remove some elements to save too energy. So, apanavata puts too energy up. Vyanavata, sorry, udanaavata, is giving away. That is, I breathe out. The apanavata, it's a damage to his body, that is, it's thwarting down. A udana, in this case, is a breath out. And finally, we have two subdoshas left, and what we need to do, the last thing, is to evacuate, to remove the products. So Udanovata can be associated with exhalation, so you remove air and it goes up. And Apanavata, you evacuate the waste and it goes down. So, these are the last two directions of movement that you can memorize. То есть я получил энергию Вселенной, да, из воздуха, из пищи, то есть я ее прокрутил в своем теле и отдал излишки этой энергии. Я часть этого мира. So, the thing is, the directions are as follows. First you receive energy, then you process it, then you distribute it through the body, and then you remove it in two directions. So, these are the processes that can be associated with the Vata dosha. Теперь давайте посмотрим с вами структуру Pita dosha. Она тоже, в свою очередь, состоит из пяти подсистем регуляции. Пожалуйста. Okay. Let us now discuss the Pita dosha and its subdosha, its regulatory subsystems. Pachaka Pita, переводится с санскрита тот, кто переваривает, тот, кто готовит. То есть эта субдоша, она располагается в тонком кишечнике и она управляет моим пищеварительным огнем, вот этой моей ферментацией. То есть она переваривает пищу. То есть она, что такое переваривание? Разделение ее на суть и отходы, извлечение из нее энергии, извлечение из нее строительных материалов и каких-то отходов. А также, если выражаться современным языком, Pachaka Pita отвечает за эндокринную регуляцию пищеварения в желудке и в тонком кишечнике. То есть она управляет секрецией желчного пузыря и поджелудочной железы. So, first of all, there is Pachaka Pita, or the one that digests or cooks. It is located on small intestine and it governs the digestive force, so-called Agni. And it has to do with various processing of food with various enzymes. So, basically, it's responsible for digestion of food or separation of food into acids and waste. So, there is a component that our body can use as some kind of a building material and some component that is simply removed from it. We can say that Pachaka Pita is responsible for endocrine regulation of digestion, the stomach and small intestine, and that it governs violent pancreatic secretion. And Rangjaka Pita, переводится с санскрита как красильщик или тот, кто окрашивает. Находится она в печени, в селезенке, в крови. Она окрашивает кровь, желчь, кал. И, соответственно, ее функция – это трансформация, то есть, расы в рак, то мы сейчас чуть позже эти понятия рассмотрим. То есть, это трансформация жидких сред уже непосредственно в кровь. То есть, это образование форменных элементов крови, эритроцитов. Она способствует поддержанию уровня гемоглобина в нашей крови. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Браджака пита на санскрите означает сиять, сверкать. Она располагается в кожных покровах. Она обеспечивает сохранение цвета кожи, цвета лица, вот это вот сияние некое. Отвечает она за усвоение тепла, внешнего тепла, которое поступает через наши кожные покровы и также она обеспечивает вот этот первый уровень защиты иммунитета, который у нас находится в кожных покровах. И аллачака пита означает отражать, воспринимать. Она располагается в наших глазах. Она управляет восприятием усвоения света из внешней среды. То есть это огонь, который отвечает за зрительное восприятие на окружающей действительности. Then we have аллачака пита, which we can translate as reflect or perceive. It's located in the eyes and it governs the reception and reception of light from the outside world. You can say that it's fire. It's a kind of fire responsible for visual perception and perception of reality. И садхака пита означает тот, кто прилагает усилия для достижения цели, располагается в мозге, располагается в сердце, то есть управляет нашей психической энергией, нашим умственным перевариванием, то есть информацией, усвоением идей, способностью к развлечению информации. позволяет нам достигать цели, то есть наделяет нас силой воли, интеллектом, разумом, эго. И finally, we have садхака пита, the one that strives for a goal. It's located in, it has two locations in brain and in heart. It governs psychic or mental energy, intellectual digestion, absorption of ideas. And it also allows us to achieve goals, so it is associated with willpower. And it allows us to achieve goals set by our intelligence and ego. И тоже здесь особо сложного ничего нет, если так вот отстраненно посмотреть, пять субдошпиты, они выполняют ее главную функцию, функцию трансформации. Каждая в своем звене, на своем уровне. То есть пачака трансформирует пищу в энергию. Ранджака трансформирует биологические среды в кровь. Извините, Ранджака. А вот Браджака, она обеспечивает трансформацию внешнего тепла во внутреннее тепло. А Лачака трансформирует зрительные образы, передает как бы их в наши мысли какие-то. А садхака пита, она уже обеспечивает вот эту вот когнитивную обработку, трансформацию наших мыслей. Ранджака. И рассмотрим структуру. Капха-доши. То есть тоже она состоит из пяти подсистем регуляции, из пяти субдош. Клядака-капха означает смачивать, увлажнять, располагается в желудке. Это ферменты, секреты нашей слизистой оболочки желудка. Отвечает она за разжижение пищи и за первую стадию пищеварительного процесса, вот смачивание пищевого комка и продуцирование слизи, которая защищает стенки желудка от повреждающего действия вот этих кислот. И оболобака-капха означает держать, поддерживать, располагается в грудной клетке. Отвечает за поддержание постоянства объема жидкости в нашем теле, в наших клетках, в наших тканях. То есть это такая вот главная наша водная составляющая тела, то есть распределение которой контролирует легкие, сердце. Это вот интерстиции, внутренняя среда организма, водная среда. Тогда мы имеем аволобака-капха, which translates to hold or to support. It's located in the chest and it maintains fluid volume in cells and tissues. So it's basically responsible for a primary water component of the body, which is not exactly water, but water component. And that is distributed across the organism under control of lungs and heart. Следующая слишака-капха означает обнимать, обвивать, скреплять. Она располагается в наших суставах, то есть в виде смазывающей жидкости. То есть это вот синавиальная жидкость, которая наполняет наши синавиальные оболочки суставов и смазывает трущиеся поверхности костей. Также это жидкость синусов, то есть такие вот лор-органов. Then there is слишака-капха, which translates into hugging or wrapping around. It is located in joints in the form of intra-articular fluid. And it's responsible for joint strength, which includes joint capsule layers and synovial fluid. And it also is associated with sinus fluid. So it is present in ENT organs or ear, nose and throat organs. Бодхака-капха на соскрите означает пробуждать, осознавать. Она располагается в нашем рту, на языке, то есть в виде слюны. Она обеспечивает восприятие вкуса пищи, участвует в первой стадии переваривания пищи. То есть она разжижает пищевой комочек и наши вкусовые бугорки на языке, они могут анализировать, что поступает в рот и давать команду пищеварительной системе готовить определенный набор там ферментов, чтобы тщательно переработать эту пищу. Then there is подхака-капха, which translates to awaken, to realize. It's located in mouth and on the tongue in the form of saliva. It ensures perception of taste and participates in digestion in the way that it determines the composition of food and determines the composition of enzymes that are required for proper digestion of this food. И тарпака-капха на санскрите означает насыщать, удовлетворять. Она располагается в мозге в виде спинномозговой жидкости и в сердце. Отвечает она за эмоциональный покой, уравновешенность, ощущение счастья. То есть она обеспечивает способность запоминать. То есть она обеспечивает питание и правильную работу органов чувств. То есть это такое удовлетворение, кайф, наслаждение от жизни. And finally, there is тарпака-капха, which translates to satiate or to satisfy. It's located in brain in the form of spinal fluid and in heart. It is responsible for emotional peace, emotional calm, stability and feeling of happiness and enjoyment. It ensures nourishment and proper work of sense organs. Кстати, очень редко вижу тарпаку у людей в норме. Там из ста человек, там у двоих, у троих она только в норме. Это вот издержки нашего западного менталитета. То есть мы с вами привыкли все время, ну как бы стремиться к чему-то. То есть мы все время где-то впереди. То есть там за счет этого мы социально успешны, но мы теряем вот это ощущение здесь и сейчас. Теряем вот это вот ощущение, ну кайфа, наслаждения жизнью. Как раз это тарпака и есть отражение этого состояния. It's interesting that a lot of my patients have problems with тарпакакапха. Only about two or three out of 100 patients have a normal value for тарпакакапха. Due to our modern mentality, our modern way of life, where the success contradicts the emotional peace and stability. Следующий важный показатель позволяет нам оценить состояние общего метаболизма или как это называется огонь пищеварения, агния. То есть если говорить современным языком, это ферментативная достаточность пищеварительной системы. Этот показатель располагается по пути вкладки результаты обследования, конституция, баланс аюрведа, баланс доша. И там в правой части, текстуальная часть, тапамана температура пульса. Then we can discuss another interesting indicator that's called тапамана, or temperature of pulse. It basically describes general metabolism of the body. It reflects the state of so-called огонь, or digestive fire. It's also responsible for some characteristics of metabolism and enzyme sufficiency. To find the tапамана value, we go to results, then constitution, then balance ayurveda, and then dasha balance. There we can see a text field on the right, and there we can see various pulse characteristics. one of them will be тапамана. Здесь все достаточно просто. Дело в том, что если мы будем наблюдать дисбаланс вата-доши, то там будет написано вишама-агни, то есть нестабильный огонь пищеварения. Он то слабый, то сильный. То есть вот обмен веществ, он будет переменный, неустойчивый, потому что вата это ветер, она то дует, то не дует, то меняет направление. Соответственно, и наш метаболизм будет такой же турбулентный. И это будет проявляться в виде основных симптомов. То есть там вздутие живота, метеоризм, колики, запоры. So, how it works, how it's interpreted is quite simple. If we have, if a patient has vata imbalance, then we will probably see the agni state, вишама-агни, or unstable agni condition. It's either too weak or too strong. So it's unstable, like wind condition. So we will see unstable metabolism and unstable digestion. And in terms of common symptoms, we can see abdominal bloating, excess gas, colic and constipation. Если же у нашего пациента будет дисбаланс питодоши, то есть она будет очень возбужденная, то мы будем наблюдать, и там будет написано «тикшна-агни». То есть это чрезмерно сильный, избыточный огонь пищеварения агни, чрезмерно сильный, ускоренный метаболизм. Он настолько быстрый, что как бы не успевает перевариться должным образом наша пища, и поэтому это будет проявляться определенными симптомами. Это сухость, там, во рту, там, на языке, чрезмерная какая-то жажда, там, заброс желчи, изжога, какие-то такие вот вещи, кислотность повышенная. So if we see pit-team balance in our patient, then we will probably see the agni state тикшна-агни, or too strong, excessive agni, which means the accelerated metabolism, or which also affects digestion. In this situation, we will see such common symptoms as dry mouth and tongue, excessive thirst, heartburn and increased acidity in the stomach. Если же у нашего пациента будет преобладать капха-доша, то мы найдем там такую надпись «манда-агни». Это означает чрезмерно слабый, низкий, недостаточный огонь пищеварения, недостаточная пищеварительная активность. То есть это будет проявляться отложением слизи на языке, чрезмерным слюноотделением. То есть это тяжесть желудки, такой вялый желудок. Это может сопровождаться тошнотой, рвотой. So then, if we can see капха imbalance, then we will see the description «мандда-агни», or too weak, insufficient agni, which also means slow, inactive digestive activity, which is associated, which is accompanied by build-up of mucus on the tongue, excessive salivation, heaviness in the stomach, nausea and vomiting. И когда мы наблюдаем примерное равенство ДОШ, то есть так называемое состояние три ДОШа, то есть когда они примерно равны трем условных единицам, то есть дельты между ними, когда маленькие, там будет написано «само-агни», то есть нормальный, сбалансированный огонь пищеварения, нормальный метаболизм. Ну и, соответственно, человек будет себя чувствовать весьма нормально. And finally, if we see a ДОШа state of three ДОШа, or equal values of DOSHAs around normal value ranges, then we can talk about condition, само-агни condition, with normal, balanced Agni. There we won't see any symptoms, it will be a normal condition of a patient. Следующий очень важный и интересный показатель, это называется он тхату, или ткани. Он расположен на вкладках результаты обследования, вкладка недана, вкладка тхату, ткани. Then, another important concept in Ayurvedic medicine is the concept of тхату, or we can roughly say that these are equal to tissues. And this parameter, to you see the characteristics of this parameter, we can go to results, then Nidana, and then тхату tissues. Тхату – это состояние тканей, это состояние обмена веществ в этих тканях. So, basically, you can say that thatu is the state of metabolism and tissues. Когда я раньше работал в международных организациях оздоровительных, у нас были врачи из Индии, то есть очень опытные врачи, и они всегда восторгались вот именно этой диаграмме, потому что на самом деле определить состояние тхату путем пальпаторной диагностики достаточно сложно. И они всегда были просто в восторге, что компьютер это делает настолько объективно, быстро, точно. In my previous experience, I worked at an international organization, International Health Center, and we had doctors from India there who were very surprised when they found out that Veta Pulse device is capable of identifying the state, the condition of thatu, because when you use traditional palpatory techniques, it's not an easy thing to identify, to determine. So, this is why it is very good that Veta Pulse is capable of that. The meaning of thatu заключается в следующем. My organism состоит из клеток, and these клетки постоянно отмирают, and they должны возобновляться. возобновляются мои клетки за счет пищеварения. То есть, пища проходит по моей пищеварительной системе и становится мною, она формирует мое тело. Вот именно в этой последовательности, которая представлена на этой диаграмме. И вот это зеленое поле, это коридор нормы. Желтое поле и розовое поле, это отклонение, это нарушение метаболизма, нарушение формирования данной ткани, клеток данной ткани. So, basically, if we want to understand the basic idea behind HATU, we need to remember that our body is composed of cells. The cells die all the time, the worn out cells. So, then we need to produce new cells. And new cells are produced by using the resources from food. And so, the food is digested, then we get the resources to produce new cells. And during the digestion process, all various cells of various tissues are produced one after another. So, it's basically a sequence of production of various cells of tissues. Well, let's talk about these cells. The first cells, which transformes food, is race. It's an essence of the food. It's food brothel. This race is the blood through all cells. In physical sense, it's a plasma, it's a part of blood. Далее раса трансформируется в ракту, то есть буквально в смысле это форменные элементы крови, вот эти красные, белые, кровяные тельца, там лейкоциты, ретроциты и так далее. Далее ракта трансформируется в мамсу. Мамса – это мышечная ткань, буквально, то есть она обеспечивает, ну естественно, передвижение тела в пространстве, там все эти внутренние движения полых органов, там сокращение сердца она обеспечивает. Далее мамса трансформируется в медос. Медос в физиологическом смысле это жировая ткань, липидный обмен, то есть, соответственно, но жир нам нужен в определенном количестве, то есть это хранилище энергии, там подушечки для органов, там теплоизоляция нашего организма. Дальше мэдос трансформируется в астхи. Астхи – это костная ткань, то есть это костная структура, это минерализация костей, это то, что скелет, который поддерживает наше тело. Дальше астхи трансформируется в маджу. Маджа – это наш костный мозг, это наша нервная ткань, наша нервная система. И в конце концов образуется шукра, это высшая ткань, то есть это квинтэссенция всех предыдущих трансформаций. В таком более приземленном плане, то есть у женщины это яйцеклетка, у мужчины это сперматозоид, репродуктивная ткань мы ее называем. Ну мы идем дальше, мы поднимаемся все выше. и выше в понимании нашего пациента. Вкладка биоэнергетика, она расположена, то есть в обкладке результаты обследований, биоэнергетика и вкладка чакры. Чакры – это энергоинформационные центры, это порталы, это ворота, через которые наш организм, микрокосм, взаимодействует с внешним миром, с макрокосмом. И соответственно здесь тоже каждая чакра может иметь определенное состояние, то есть и здесь заложен тот же принцип, с которым мы уже с вами знакомы. То есть вот это зеленое поле – это коридор нормы, а желтое и розовое поле – это коридор отклонения от нормы. То есть желтое – это хроническое нарушение, то есть давно наступило, вызвано какими-то длительными событиями, а розовое – это острое отклонение, то есть здесь и сейчас недавно наступило. So, again, here we can see the same traffic-like principle that is applied throughout the VedaPulse software. We can say that all the chakras have their states, their conditions that can be assessed by numerical values. And these numerical values can fall into green corridor or normal value range, or they can also fall into yellow value range, which means a deviation, a chronic condition, some kind of chronic long-term condition. Or they can deviate towards pink value range, which is the value range associated with some kind of acute conditions and recent conditions. – So, the chakras, all of them can be described in detail, and this description could be very long. So, we'll just give brief description, combining some medical interpretation and some interpretation from bioenergy perspective. – So, we start with Muladhara, the lowest of chakras. It's our center of survival that is located at the base of the spine. It's basically a source of a life force that ensures our self-preservation, our security and some kind of minimum comfort. And it also controls excretory processes. – The next chakra is Swadhisthana, the center of primal emotions and sexual energy. It's located about one hand length below the novel. And it's responsible for various primitive desires like food, sleep, sex, etc. It also controls your genital organs. – Then there is Manipura chakra, the center of social personality. – It's located about two fingers above the nevel. – And it's responsible for relationship with society, with laws and money. – It is responsible for our social self-affirmation and demand for that. – It also controls abdominal organs. – And Adhahata chakra – это центр любви. Она расположена на уровне сердца нашего. Она обеспечивает вот объединение мира посредством любви, вот это ощущение единства мира, способность проявлять эмпатию, сопереживать, сочувствовать. А в медицинском смысле она контролирует сердечно-сосудистую систему, работу легких, щитовидной железы. – Then there is Anahata chakra, or the center of love, that is located at the level of the heart. It ensures the perception of the unity of the world, the capability for compassion and empathy, and the desire for unification of the world through love. From the medical perspective, it controls cardiovascular system, pulmonary and thyroid function. – И переходим к верхним, так называемых, духовным чакрам. То есть это вишутха, это центр самовыражения, коммуникации, творческого вдохновения. Она расположена вот на уровне горла, она обеспечивает восприятие информации, передачу информации, творческий выплеск себя, то есть раскрытие своего внутреннего мира вовне. Ну и в медицинском смысле она контролирует связь наших органов, чувства с подкорковыми структурами, с гипоталамусом. – Вишутха чакра, the center of self-expression, communication and inspiration that is located at the throat level. It ensures our ability to project the inner world to the outside, various forms of creative processes of our creativity. And from medical perspective, it controls the link of sense organs to subcortex and hypothalamus. – Аджна чакра – это центра нашего рационального сознания. Она расположена в области третьего глаза, между бровями. Обеспечивает рациональное понимание, то есть память, интуицию. И контролирует она левое наше полушарие, то есть логику. – И в медицинском смысле нарушение Аджны может означать нарушение кровоснабжения головного мозга, мыслительную жвачку какую-то. – From medical perspective, the disturbances in Ajna chakra, the imbalance in Ajna chakra may be associated with problems with blood supply to the brain. – И сахасрара чакра – это наш центр связи с высшим уровнем бытия. то есть она расположена в макушке головы и она обеспечивает некое осознание единства с божественным началом, то есть с богом, с абсолютом, с ангелом-хранителем. Это наше правое полушарие, это и наша интуиция. – And finally, there is sahasrara chakra that is responsible for the link to the highest plane of existence. It's located at the crown of the head, at the top of the head, and it ensures realisation of unity with the divine, with the absolute, with higher planes. It controls the projection of the mind through the right hemisphere. – И далее через вот эти порталы, через вот эти чакры, жизненная энергия, она поступает в наше тело и образует некий защитный кокон, как угодно его можно называть, там аура, биополя, и мы тоже можем ее посмотреть при помощи нашей диагностической системы. Это вкладки «Результаты обследования», «Биоэнергетика», вкладка «Энергетическое поле». So we can say that chakras basically act as gates for a life force that comes inside of our body and in the form of bioenergy produces some kind of protective shell. And our device also helps us measure the parameters of this bioenergy field, some kind of protective energy shell around our body. И нормальным считается биополе, если оно такой правильной формы, когда оно вот такое зелененькое, да, и его мощность от 80 до 120 процентов. Вот это считается, что человек будет хорошо защищен от внешних патологических воздействий, переменной погоды, какие-то там магнитные бури, там какие-то солнечные, ну и какие-то там магические, сглазы, все такое подобное. So basically we can say that we have the same traffic light principle applied here and the normal value, normal value range will be 80 to 120 percent where we can see mostly green bioenergy field that gives a good protection from external environmental factors such as the weather, some electromagnetic effects and other stresses. И если это поле, эта аура меньше 80 процентов, это говорит о том, что человек плохо защищен, то есть на него будут воздействовать внешние патологические факторы. And if the value range goes below 80 percent, then we can say that the bioenergy field is depleted and it only gives a weak protection against external stresses and our patient can be affected by those. Но так же плохо, так же негативно, когда это поле слишком большое, когда оно больше 120 процентов. Это можно проиллюстрировать тем, что человек, он как бы стоит в боевой стойке по отношению к жизни. С одной стороны, это неплохо, к нему как бы, ну не подкрадешься с дурными намерениями. Он сразу отразит это взаимодействие. Но не все же к нему с дурными намерениями, кто-то и с хорошими, а он не пропустит этого. То есть он как в коконе, он слишком изолированный становится. So, again, we can say that excessive bioenergy field when we go to the value ranges above 120 percent is not always a good thing because this person will be sort of overprotective, always ready to fight back, always concentrated, always ready to kind of ready to fight. And it can be a bad thing. А дальше вот эта энергия, она уже проникает внутрь организма и начинает циркулировать внутри по системе каналов, которые называются восточной медицине меридианы. Их мы можем проанализировать на вкладке результаты обследования, пульс органов. Дальше возможные варианты. я вам предлагаю открыть вкладку китайская схема. Мне кажется, там более наглядно это можно увидеть. But bioenergy not only forms a protective shell around the body, bioenergy also circulates within the body through specific channels or meridians. And the next thing that we are going to discuss, the next module, is the module of meridians, module of organ pulses. And my recommendation is to go to results, then organ pulses, and then Chinese scheme, because Chinese scheme is kind of more illustrative. То есть мы здесь видим на этой круговой вкладке 12 секторов. Вот первый, второй, третий и так дальше до 12. Вот эти сектора это 12 каналов. То есть это такие классические каналы, которые чаще их воспринимают как из китайской медицины, но они свойственны для любой восточной медицины. И мы видим в виде этих синих и красных линий как эта энергия распределилась по этим соци associated with traditional Chinese medicine, but basically we can find similarities of those in other traditional medicine systems. So, in this diagram we can see our red and blue outlines, and they show us the distribution of energy throughout the body, throughout these channels and meridians. And these lines are nothing different. Red is the absolute value of this meridians, and the red is the relative value of this meridians. So, if just briefly, the absolute red line will more represent morphology, the physical structure of this meridians, but the red line, the relative value of the energy, will more correspond to the functions of these organs, which are related to this meridians. So, let's discuss the difference between the lines in this diagram and what they represent. So, basically, we have two lines here. One is red and one is blue. We can see that the red line represents the absolute value of energy, and blue line represents the relative value of energy, which we can, to say it in other words, we can say that red line represents the physical morphology of the system, and the blue line represents the function, and how these organs, these channels perform their function. And, соответственно, какие возможны варианты значений вот этого уровня энергии в меридиане? Мы их видим, там есть справа такая таблица текстовая, то есть, и мы видим, что здесь вот часть меридианов, оно попало в так называемое зеленое поле. Это широкий коридор нормы. Это говорит о том, что энергия в данных каналах, данных меридианах находится в нужной величине. So, on the right, if we go to this tab, we can see a text field that shows us the value ranges and how, what specific meridians fall into this value ranges. So, for example, in green again, we can see a wide normal range. And we can understand from that, that the meridians that are in the green, that they receive enough energy, they are sufficiently nourished. Возможно, два варианта отклонения от нормы. Если уходит линия уровня энергии в красное, в розовое значение, то есть, или это называется зона значительного напряжения. В китайской терминологии это называется синдром полноты. В современном понимании это острое состояние, это болевой синдром, это гиперфункция данных органов и систем, которые связаны с этими меридианами. So, we have two kinds of possible deviations here. The one in the pink value range is associated with some acute condition or pain syndrome. It's hyperfunction. We can say that it also is associated with significant tension of energy, or as traditional Chinese medicine puts it, a syndrome of fullness. И, возможно, противоположное состояние. Когда ряд меридианов уходит в зону желтой области, это так называемое значительное истощение энергетики, или в китайской терминологии это синдром пустоты. Это соответствует современному пониманию как хроническое дегенеративное состояние, гипофункция, недостаточная функция. And then we can also have a different kind of deviation, which is deficiency, or hypofunction, which is associated normally with some kind of chronic or degenerative states. We can also call it significant depletion of energy, or as traditional Chinese medicine puts it, emptiness syndrome. Друзья мои, если вы кликните мышкой на каждом секторе, на каждом меридиане, у вас справа откроется ну просто подробное описание данного меридиана. Я сейчас не буду тратить ваше время на описание этих меридианов, вы все это можете прекрасно там прочитать. Единственное, что я как бы вас предупреждаю, что не надо ассоциировать название меридиана всего лишь с тем органом, по которому он назван. Друзья мои, если вы используете эту табу, используете эту табу, используете эту табу, вы можете использовать контекстуал hints. You can move your mouse cursor to this or that meridian, and it will show you a detailed description of its contents and its function. What I want to warn you of is that you should not associate the meridian with a specific organ. It's much more than that. Ну вот просто для примера. Вот здесь представлена таблица конкретного одного из моих пациентов. Вот мы видим, что в зоне значительного напряжения находится второй меридиан толстой кишки. Казалось бы, значит будет острое состояние меридиана толстой кишки. Но на самом деле меридиан толстой кишки это понятие значительно шире. И я сейчас просто для примера, давайте я вам зачитаю. Опять же, довольно краткое описание. А вот в самой программе вы найдете очень подробное описание любого меридиана. Вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим. little example here for example we can see at the bottom of a previous slide that this patient that I took this table from has a major tension in large intestine meridian so it means that this large intestine meridian falls into a pink zone so we would assume that if it's a large intestine meridian and it's acute condition then it's probably some acute condition with large intestine but it's not as simple the meridian is much wider much more than just an organ so let's discuss that let's see what large intestine meridian stands for. То есть идея какая что название meridian это не только и не столько сам орган сколько его функция она значительно шире но вот для примера второй наш meridian толстой кишки он управляет всеми процессами моторики всеми процессами пищеварения в толстом кишечнике то есть он обеспечивает транспортировку вывод отходов жизнедеятельности он обеспечивает пищеварение он отвечает за абсорцию за всасывание воды то есть понятие meridian значительно шире чем понятие орган вот это я хотел вам показать yes so what we need to understand here is that what we consider for example large intestine meridian is based on the function so for example everything that's associated with control of large intestinal digestion and motility all that is all that is associated with transportation and discharging of waste of vital activity and digestion and with absorption of water all these things will be considered as part of large intestine meridian и следующий очень интересный показатель это гуны он расположен вкладка результаты обследований вкладка конституция баланса юрведа и вкладка гуны здесь мы видим круговую диаграмму состояние сознания человека это очень глубокие вещи здесь вы видите уровень его саттвы уровень его раджаса уровень его тамаса что это такое давайте мы немножко познакомимся с этими понятиями то есть пожалуйста я однако то есть когда в следующий основе они consultами вы отказали на него и клинам патология они используются очень diasolова 128 на отпуск溝дах алендер и elegance I out of that and then guna з алендер джо и клинам патология цель на патологии алендер и оригинал джо и алендер алендер и алодик гуны красота мантау манта манта мань а лун и патологию они ей То есть у любого человека сознание включает все три вот этих компоненты саттву, раджас, тамас. Саттва это чистота, прозрачность, праведность, реальность, стопроцентное понимание истины. То есть это чистое сознание, это ясность, это прозрачность ума, это высокая духовность, праведность, это вот истинное представление о реальности, это полный контроль над своими чувствами, это некая гармония между должной активностью в добре и умеренностью в покое. So, let's discuss all these components one by one. They all are present in our conscience, but in various proportions. So, саттва is basically a purity, a transparency. It's a pure conscience, the transparency of the mind. It's associated with spirituality and righteousness. It's kind of a harmony between virtuous deeds and peace of inaction. И раджас, это страсть, это активность, это деятельность. То есть это сознание, которое будет несколько искажено страстью и желаниями. То есть это возбуждение, беспокойство, горячность, эгоизм, зависть, соперничество, какая-то неудовлетворенность. То есть это активность в страсти. Ну и раджас, он может усмирить свои второстепенные желания ради достижения главной цели, но это не приносит ему удовольствия. То есть он постоянно в погоне за какими-то достижениями, такое достигаторство. So, another component is раджас, or passion, activity, agency. We can say that the effect of раджас is that conscience is disturbed by passion and desires. Various kinds of desires, like various kinds of conditions, like excitement, anxiety, burning desires, hot tempers, selfishness, envy, and so on. It's the activity, driven by passion. And we can say that раджас may tame its secondary desires in favor of achieving the main goal, but it's always a permanent process of achieving anything. And it's passion for achievements. И, наконец, тамос. Это тьма, это невежество, это пассивность. То есть это сознание погруженное во тьму невежества. Такая глупость, безумие. Это пассивность, инертность, консервативность, какая-то лень, вялость, полусонное существование. Это уныние, это скорбь, это склонность к алкоголизму, к наркомании. То есть, ну, это такое полное отсутствие контроля. Это потакание своим чувствам. Это нежелание напрягаться ради достижения каких-то целей. И мы finally have a third component of the consciousness. Это тамос, или вы можете сказать, что это даркнесс, игнорнесс, и пассивити. So, it's the opposite of rajas. It's conscience clouded by the darkness of ignorance. It's responsible for, in terms of behavior, for passivity, inertia, conservatism, laziness, depression, grief, including proneness to alcohol and substance abuse. So, it's a combination of self-indulgence and lack of control. Это очень сложное понятие. Я сейчас их проиллюстрирую на конкретных примерах. То есть, пример для технорей, что называется. Вот вы сейчас смотрите на этот экран и видите на этом слайде там тысячи цветовых оттенков каких-то. Но на самом деле, вы знаете, что все это многообразие цветов, на самом деле, оно формируется на мониторе всего лишь тремя цветами. То есть, это красный, зеленый, синий. То есть, называется система RGB. Вот точно так же наше сознание, оно содержит вот эти три компонента всегда. Сатву, Раджас, Тамас. Раджас, Тамас. So, I can give you a little example of how these various components interact with each other. So, you can look at the display right now and you can see all the different colors there. But, the ones among you who have some technical knowledge, they know that all these colors are made by various combinations of only three colors, of red, green, and blue. And so, basically, the combination of these three colors may produce any color that we can see. And it's the same for Sattva, Rajas, and Thomas in our conscience. Their combinations can produce various emotions and various conditions. And another kind of example of their interaction is for maybe more creative members of the audience. So, we can have an image of the mountain lake here, in a calm weather. So, in this weather, the lake, or like mirror, reflects the mountains, the woods. So, it's calm. And another picture is, well, we have, again, a different landscape. But now, we have a windy weather with clouds and all these sands waves across the lake. So, the surface of the lake is distorted. And we cannot see a clear image in that. We can say that it's equal to Rajas, the effect of Rajas. And the final picture here, we have a landscape at night with a very blurry water due to something. vegetation, due to darkness, due to some, maybe, fog. And we, again, cannot see clearly anything. And we can say that it's the association of Thomas. Yes, yes. So, another example of the... Yes, yes. OK, yes. 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 Это раджас, педаль тормоза – это тамос, то есть инертность остановка, а водитель, который грамотно управляет, находит гармонию между ними – это сатва. Ну и соответственно, вот эта наша вкладка, она отражает это состояние, то есть она показывает нам, то есть мы можем оценить состояние сознания. Но вот по моим наблюдениям, то есть вот сейчас у современного такого, ну как бы более-менее продвинутого человека, обычно соотношение следующее, то есть превалирует сатва, вот эта частота гармонии, ясность. На второй позиции должен быть раджас, потому что мы еще в физическом теле, мы еще должны активно действовать в этой жизни. Ну и должен быть небольшой тамос, обычно где-то вот 10-12 процентов, это нормально, потому что нужно немножко нас подтормаживать иногда. Вот такое соотношение, это такой некий вариант нормы для современного человека. Замена – что arena для современного человека, на самом RTX 20-15 vivo странные lado сатва, садва. It's somewhat 50% or above, because we mostly have some clarity and transparency in our mind. Then the second part will be rajas, because our life is usually associated with a lot of activity. And finally, the third component, we will have Thomas at about 10% to 20%, and it will be responsible for slowing down, for being calm. И еще немножко, минутку вашего внимания, еще один интересный показатель, то есть он находится по следующему расположению, то есть это результаты обследований, не дана, панча-махабхуты. Панча-махабхуты – это первые элементы, они хорошо отражают, ну вот, как бы психосоматическое состояние человека. And finally, we can go to one more software module, панча-махабхута. To find it, we go to results, then Nidana, then Pancha-махабхута. So, it describes the proportion of primary elements that we discussed earlier, and the way they affect our psychosomatic state. The effect of those is mostly psychosomatic. То есть, я говорю, что они отражают психосоматическое состояние, потому что я вот именно так использую эту вкладку. Но на самом деле, понятно, что оно отражает именно тонкое соотношение первоэлементов. Поэтому, если вы можете с этим работать, то, конечно, это здорово очень. Но давайте посмотрим их вот именно психосоматические аспекты. So, I want to highlight here that it's my way of interpretation of this software module. So, me personally, I interpret Pancha-махабхута as psychosomatic conditions. If you find any kind of a different interpretation, it's great, and you can do that. So, but let's discuss my interpretation. Здесь тот же принцип, опять же, вот это вот зеленое салатное поле, это говорит о том, что первый элемент в норме, а желтое и розовое поле говорит о его отклонении от нормы, либо хроническое, либо острое отклонение. So, again, we use the same traffic-wide principle here, with a normal range shown in green, with two different types of deviations. One of them for chronic conditions, which is low values, and one of them for acute conditions, which is high values, pink value range. То есть, все люди живут по одному и тому же алгоритму, только мы его реализуем каждый по-своему, индивидуально. Более того, эта реализация, она может меняться во времени, там, в зависимости от периода жизни. So, basically, all of us have some kind of an algorithm for their lives. They are somewhat similar, but they have different nuances, and even the same person can have different algorithms of their lives at different ages, at different times. И вот об алгоритме нашем нам поведают первоэлементы. Эфир, акаша – это принцип пространства, это абстрактное мышление. То есть, я моделирую окружающий мир у себя в голове, я ищу свое место в этом мире, я ищу ответы на какие-то философские вопросы. Кто я? Куда я иду? В чем смысл моей жизни? То есть, мы поговорим о том, что они стоят в этом моде. И вот видите, у этого конкретного человека, сейчас, видимо, такой период в жизни, когда у него эфир вышел из коридора нормы, то есть у него сейчас идет какой-то глобальный пересмотр вот этих важных принципов понимания жизни. Далее подключается воздух, в аю, который отражает принцип движения. То есть, это рациональное мышление. То есть, я формирую для себя какие-то практические цели, задачи. То есть, во всех своих там ипостасях. То есть, это уже конкретные цели, которые я буду решать здесь и сейчас. И давайте посмотрим, опять же, вот у данного конкретного человека тоже есть определенные проблемы в этой области. То есть, видите, прям по краю это проходит, этот показатель. То есть, это говорит о том, что у него сейчас немножко размытое представление. То есть, он немножко потерял вот эту свою рациональную цель. Он немножко растерян. Он не очень четко понимает, а что ему делать в этом мире. Так, в этой частности, мы можно узнать, что на bass он является мечтовой системой системы. И далее вот эти цели нужно выполнять, а для этого нам нужен огонь, то есть огонь силы воли. Вот этот импульс первоначального действия, который нам поможет притворить в жизнь наши вот эти цели и задачи. Ну и вот давайте посмотрим, соответственно, у этого человека, вы видите, огонь в коридоре нормы, значит, все здесь нормально. То есть, да, он потерялся немножко в этом мире, там не четко представляет свои цели, но он высокоорганизованный, у него хорошая сила воли, с этим у него никаких проблем нет. А вот дальше подключается вода, то есть весь этот процесс, он же идет не в безвоздушном пространстве, а он происходит в каком-то эмоциональном взаимодействии, в эмоциональном коннекте с социумом, с природой, с животными. И вот об этом нам говорит вода. Так, если мы смотрим на график для этого пациента и на уровне речи, для огонь, мы можем видеть, что это в норме речи. And we can understand from that that there are problems with values and with rational thinking are not caused by discipline, lack of discipline, lack of willpower, because the person has this, they have good discipline and good willpower, so they are not the reason. Then we go to another component, which is water, jala, responsible for the principle of interconnection, various kinds of emotional interactions with society, with nature, with animals, all kinds of interactions in our lives. Ну и вот, соответственно, у этого человека все нормально вот с этим эмоциональным коннектом, то есть он может проявить эмпатию, где-то наоборот закрыться, удалиться, то есть все здесь в порядке у него, вода в норме. Here we can again see that the value range, the value for this particular patient falls within the normal range, so they are capable of empathy, they are capable of self-isolation, and so they are, they can handle themselves well in terms of interconnections. И результатом вот этого процесса жизни является земля, то есть насколько я достигаю результата, то есть земля это опора, это фундамент, это наше конечное достижение, то есть результат вот общего процесса жизнедеятельности, то есть достижение поставленных целей, задач, вот что такое земля. И вот получается, что данный человек, у него, видите, земля как бы провалилась, то есть, к сожалению, не удается ему, достигнуть результата, решить свои цели, задачи, то есть опора у него ушла из-под ног, и причиной этого является это нечеткое ориентирование в целом в мире, в жизни, и нечеткое целеполагание, то есть вот эти размытые цели и задачи, поэтому их не удается достигать, но вот в данном конкретном случае, у данного конкретного пациента. Вот, коллеги, таким образом вы видите, какой огромный массив информации о физическом, психическом, духовном состоянии здоровья позволяет нам получить компьютерная пульсовая диагностика Ведопульс. Что делать с этой информацией, мы поговорим в следующую среду на нашем заключительном вебинаре. Вам спасибо за внимание. Я сейчас попробую ответить на ваши вопросы. Так, пожалуйста, вопросы. Так, с точки зрения маркетинга, как много различных биомаркеров измеряются и анализируются? Никогда не пробовал их посчитать. Огромное количество. Ну, давайте вместе попробуем. Так, вот смотрите. Значит, индекс кетлеса, то есть соотношение роста и веса, частота сердечных сокращений, адаптационные возможности организма, структура нервной системы, уровень стресса. Опять же, структура в двух вариантах. Так, это шесть. Скорость биологического старения. Семь. Дальше пошли аюрведа. И вот эти восточные. То есть, это викрити, это субдоши, это тхату, это первоэлементы, это меридианы, это вот эти вот состояния ума. То есть, дальше что еще? Ну, то есть, получается 14, но в каждом-то еще отдельные. То есть, ну, я думаю, что порядка 70 будет биомаркеров. Так, дальше пойдем. Можно ли смотреть лекции предыдущие? Пропустил первые три? Ну, давайте ответим, да? Да, я так понимаю, что они будут выложены на сайте ведопульса, и вы можете их смотреть в любое время, то есть на любой скорости, что называется. Так, и еще у нас вопрос. Вопрос. Если человек специализируется на традиционной китайской медицине, на какие индексы в первую очередь обратить внимание? Да, друзья мои, здесь надо сказать, что я специалист по аюрведе, поэтому я, конечно, заострял внимание вот на этих моментах, поэтому я освещал далеко не все индексы. Это, кстати, и к вопросу первому насчет маркетинга. То есть, я это посчитал далеко не все. Там очень много показателей. Если говорить о специалистах традиционной китайской медицины, однозначно основные показатели – это пульс органов, то есть вот эти меридианы, 12 классических меридианов. Это один момент. И там есть такая вкладка, то есть результаты обследований, конституции. Там, где мы смотрели баланс ДОЖ, там есть вкладка синдромы ТКМ, где все это описано в соответствии с терминологией традиционной китайской медицины. Поэтому вот эти две вкладки, но это будут просто основные. Переведите, потом добавлю. Ага. Okay. So, if you specialize, if you have a background in traditional Chinese medicine, then, first of all, you will use the tab Organ Pulse, and then you will use the information with regard to 12 meridians. That's one thing. And another thing, you can go to the tab Results, then Constitution, and you will also have a special tab there for specialists in traditional Chinese medicine that interprets the parameters in terms of, specifically in terms of, traditional Chinese medicine. So, these are two main tabs. One is Organ Pulse, and one is Results, Constitution. И плюс еще, я бы с точки зрения специалиста по традиционной китайской медицине, я бы рассматривал еще показатели, которые мы рассматривали с вами на прошлом занятии. Вот эти адаптационные возможности, запас жизненных сил, потому что это крайне важно. Да, это терминология современной медицины, но там можно провести параллели, сопоставления с той же китайской медициной, аюрведой. То есть, поэтому их обязательно нужно тоже учитывать в своей работе. And one more thing that I would advise to look at, where are the indicators that we discussed in our previous lecture? The indicators such as total power, such as rate of biological aging, such as metabolic stress, stress index. These values are not specifically associated with traditional Chinese medicine, but they are interpreted in a quite understandable way, and you can use them in your practice. Okay, we thank everyone for their attention, and we will see you next time at our final meeting next Wednesday. Thank you. Thank you.